Варгейм Русс. Солдатики. История и моделизм. Варгейм Русс. Беседы блогера Дмитрия Пучкова и историка Клима Жукова всегда интересно смотреть и слушать. Но в них есть небольшой недостаток, когда речь идет об исторических событиях, в виде маловизуальных планов. Порой хочется не только слышать, но и видеть то, что происходило в древней эпохе. Я решил разбавить беседу двух интереснейших собеседников изобразительным рядом, чтобы зрителям было интереснее и познавательнее на это смотреть. Ссылку на оригинальный ролик я дам в описании. Если Дмитрий Юрьевич или Клим Александрович посчитаете это видео неуместным, то просьба не подавать жалобу, а написать мне ВКонтакте. Ссылка в конце видео. По первому же требованию видео будет удалено. К 1180 году, например, Любич там захвачен, да, он уже стал Любиком, дальше захватят территорию, где заложат крепость Данцик, теперь Гданск. Ну, и что, вот, пожалуйте, Фридрих Барбаросса помер, в 1193 году вообще умрёт и Генрих Лев, он упадёт с лошади, сильно расшибётся и, в общем, этой травмы уже не переживёт. Опасно на лошадях ездить, подтверждаю, опасно. Однако у Папского престола-то уже вполне конкретный интерес той территории. Вот конкретный интерес, потому что территория большая, территория важная и, самое главное, территория приморская. То есть, опять, когда мы говорили о начале крестовых походов и когда мы говорили об эпохе викингов ещё в предыдущей нашей серии лекций, большое море Средиземное на юге и большое Балтийское море нужно было замкнуть вместе, это самое главное, а Балтийское море, видишь, не обслуженно остаётся, потому что огромная часть побережья не в руках, которая может хотя бы условно контролировать католическая Европа. Поэтому нужно было объективно это всё забирать. Но как ты это будешь забирать? Для этого нужно консолидированное усилие. Как мы только что увидели у Германии, самостоятельно никакого консолидированного усилия не могло получиться. Как? А вообще никак. Потому что сразу бы передрались и уже передрались. То есть, что? Нужно опять объявлять святое паломничество. А со святым паломничеством есть конкретные, хотя идеологические, но очень важные сложности. Потому что вот объявили святое паломничество, отправили туда этого медведя со львом, зверинец весь этот. А поверить их не удалось, хотя вроде как крестовый поход – это только тогда крестовый поход, когда объявлен Божий мир, т.е. ссориться нельзя. И это вполне конкретно должно слушаться. А почему? Потому что и лев, и медведь знали, что никакой это не крестовый поход, это мы просто хотим что-то завоевать. Потому что для крестового похода должна быть очень важная идеологическая составляющая, которая это некоторым образом осветит. Ведь ни один крестовый поход не считался завоеванием. О как! Потому что Иерусалим-то пошли не завоевывать, а возвращать, ведь Иерусалим-то никогда не был мусульманским, правильно? А уж арабов там просто не стояло. А кто там были? Там был Иисус Христос, а значит, это христианские земли, они теперь завоеваны, мы их просто забираем себе обратно, вот и все. Ну, с альбегойцами ясно, это свои французы, которые должны быть опять же возвращены на территорию Франции уже как католики добрые. Тут вопросов никаких. В Испании реконкиста, опять же понятно, от воевания. А тут-то вы кого собираетесь отвоевывать? Это же конкретно не ваши земли вообще. Ну, что? И вот христовый поход, все спрашивают, какой христовый поход? Скажите просто, мы хотим их завоевать, только это вот уже, извините, товарищ Папа, мы без вас как-нибудь. Собственно, вы к нам тут зачем? Мы тут уже с IX века воюем и прекрасно справлялись, по-моему. Был невероятно сложный момент. Но католическая церковь, это недаром все-таки наследники римской риторики. Они подумали-подумали и придумали, что если на этой земле обрел мученический венец хотя бы один христианский проповедник, он уже святой. А значит, это святая земля, христианская земля, которую уже возвращать. Хера себе, блин. Ох, люди, Господи, для всего найдут. Но, однако, проблема – так получилось, что на этой территории, особенно на территории будущей Ливонии, как-то так до сих пор не погиб ни один мученик. И что туда переться? Особенно в так называемое паломничество. Что там смотреть-то, что там за святыня? Не понятно. Там ни одной святыни, никакого тебе гроба Господня, ни одной ценной головы там не запрятано. Не говоря про XVIII. Не говоря вообще-то, ну как, все плохо. Да, но, тем не менее, интерес к проповеди был, и был такой августинец, монах, Мейнард фон Зегерберг, который в 1184 году явился в Ливонию проповедовать. Причем это была, как нам говорят, вот вся источниковая база со стороны немцев, причем иногда очень разрозненные источники, которые друг с другом непосредственно не связаны, что это был просто фанатик своего дела, он именно считал, что нужно срочно всех привести в правильную веру. А наша, конечно, историография сразу говорит, что это было согласовано с архиепископом Бременским, это была заготовленная акция, но, судя по тому, как дерьмово действовал Мейнард, нет, и не было это с Бременской кафедрой никак согласовано, потому что если было бы, все было выглядело немножко иначе, конечно. Это, судя по всему, скорее всего, наверное, был в самом деле такой святой отшельник, который хотел, чтобы все было хорошо, и он немедленно бросился крестить Ливов, и очень у него это плохо получалось. То есть, это вот во, а вот эта вот шишка своя, пофигу вообще, неинтересно, а вот это вот, это было то, что Мейнард умел строить замки из камня, вот. Неизвестно, где он научился, но по факту он, когда Ливы, например, одно из племён Ливов, воевало с зимгалами или, не дай бог, с литовцами, они делали на них набег, разоряли всё, а Мейнард приходил и говорил – это потому, что у вас плохая крепость, а они такие говорят, а мы видим. А что делать? А я сейчас покажу, что делать. И строю, под его руководством возводили каменную крепость на цементе, и всё. Это всё в корне меняло? Конечно, там прямо сразу описано, что это дикие люди, у них был первейший способ победить крепость местную – это забросить кошку на стену, причём, как правило, деревянную, просто бревно. Там 8 канатов к ней уже привязаны, и там человек 100 дёрнут, и стена вываливается. А вот Мейнард построил каменную крепость на цементе, бревно забросили, дёргали, и что-то ничего не вывалилось. Дёргали, дёргали, и никак. Всем очень нравилось. Но, правда, он за это требовал креститься, все тут же крестились, конечно, строили замечательную каменную крепость и выгодили Мейнарда. Ну, а что, уже крепость-то есть, он же её с собой не унесёт уже, всё. Зачем он теперь такой нужен? В 1184 году он получил, внимание, официальное разрешение на проповедь и основание кафедры от князя Полоцкого Владимира православного Рюриковича. Мы не очень знаем, кто такой Владимир. Скорее всего, ну, огромная доля вероятности, что это Владимир Минский такой есть персонаж, очень малоизвестный в русской истории. Мы его знаем в основном из косвенных данных или из упоминаний немцев. А Владимир, если это тот Владимир, о котором мы думаем, его родная сестра София была женой Вальдемара Первого Датского, а значит, он не мог так сразу взять и отказать родственникам, единоверцам родственников. Вот так вот, правильно. Он опутан. Поэтому он запустил этого мейнерда. Правда, конечно, я прям уверен, что он в одном этом монахе никакой угрозы не видел, потому что он какой-то был убогий, и поэтому разрешил ему там и кафедру, и остальное, чего угодно. Но он и основал. В Икишколе была основана епископская кафедра, и там даже какая-то община сложилась католическая. Но, конечно, эта община была особенно убогая, и ничего из неё хорошего не могло получиться. И соратник мейнерда Теодорих из Турайда – это ещё одна братская епископская кафедра, которую сподвижник мейнерда основал. Он был, правда, цистертианец. Он уезжает, причём не уезжает, а фактически бежит из Ливонии. Почему? А, он бежит из Ливонии, потому что мейнерда ливы просто не выпускали. Ну, что тут? Занимайся, давай проповедуй, как космические корабли, простору Большого театра, всё это очень интересно. Про вашего давай Иисуса жги. Так здорово, начинаешь жечь по-библейски, там так нравится, ну и построй кому-нибудь чего-нибудь. Его не выпускали, а этот вот сумел сбежать и добрался до Рима, где поведал Папе Римскому о бедственном положении общины в Ливонии. Ну, что выслушав Теодориха из Турайды, Папа Целестин Третий понимает, что всё плохо, и он начинает проповедовать паломничество в Прибалтику, но не находит никакого понимания, т.е. вроде как аж в 1193 году первый раз было объявлено о том, что у него появилось какое-то паломничество, но чего-то никто не собрался. Просто почему? Потому что, опять же, зачем? Но умирает Мейнард в 1196 году, а вместо него оказывается на кафедре епископ Бертольд Шульте. И его, потому что он был далеко не Мейнард, он привёл с собой отряд, правда очень маленький отряд. Ну, в общем, с ним всё плохо закончилось. По этому поводу в 1225-27 году Генрих Латвийский в своих хрониках Ливонии писал с большим юмором. Для него сразу было понятно, что идея христианизировать эту территорию вот с этими там 15 человеками, которые с ним приехали, смешная, откровенно говоря. А писал он следующее, что как только Бертольд Шульте приехал на территорию Искекульской кафедры и поехал в город Гольм и решил осмотреть кладбище. Его Ливы сначала... Сначала они, т.е. Ливы, ласково его приняли, но потом во время освящения Големского кладбища наперебой спорили. Одни не зашли его в церкви, другие – просто убить, а третьи – утопить. Причиной Бертольда считали они бедность, т.е. он тут у них просто хотел деньгами проживиться, и сразу бросили испорью – утопить, зарезать или сжечь в церкви. Масса, что выбрать-то, что выбрать, я не знаю. Когда в 1996 году Бертольд... Ну, как-то, в общем, они договорились, что с ним делать, поэтому он умудрился выбраться живым, вернулся очень маленьким отрядом, который был перебит на территории Рижской косы, а самого Бертольда буквально разорвали на куски. И вот это была большая ошибка, потому что это монах, тем более высокопоставленный, который принял за христианство мученическую смерть, и вот теперь через землю стала христианской. Всё. Вот, пожалуйста. Ловко придумано. Интересно, они всё под законы подводят? Не, а что под законы? Непонятно, как хритировать, потому что когда у вас есть альтернатива ехать, освобождать гроб Господень, вот, и переться куда? В болото? А зачем? Это даже не Палестина, в Палестине некомфортно очень, но там хоть тепло, и там гроб Господень, там Святой Крест, там куда фактически не приди, там обязательно какая-нибудь святыня будет, везде. Понятно, с чем туда едешь, понятно, как людям мозги промывать, а как можно людям промыть мозги идеей переться в болото, где полгода зима? Отказать. Что это? Но, видите, понятно, что у больших людей, у аристократии тут финансовые интересы, но массового движения не организовать пока не будет конкретного повода, вот есть повод, наконец-то всё совпало, и желание папы всё это христианизировать, естественно, из шкурных соображений, в первую очередь, тут же какие налоги можно брать, и шкурные желания аристократии, и, наконец, повод, зачем сюда идти, да потому что тут христиане мученическую смерть приняли через наша земля. И дело пошло на лад, сразу же после этого, потому что дальше на епископскую кафедру в Искекуль заочно ставят замечательного человека – это был племянник архиепископа Бременского епископ Альбрехт фон Буксхёвден. Это как у нас Буксгеведен? Да. Это его прямой предок всех Буксгеведенов наших, которые Швецию для Александра Первого завоёвывали и прочее-прочее – это вот они как раз. Да. А что ж такое архиепископ Бременский? Так это же ближайшая кафедра, которая считалась старшей кафедрой над всей Ливонией – это было, собственно, вот то, откуда они получали духовное кормление. Это важно, потому что не духовное кормление – там сразу же и деньги, а он – прямой родственник, и этот прямой родственник оказался настолько толковый, что он вообще не поехал сразу в Прибалтику, а сначала он поехал в Данию. Там он общался с Кнутом IV, с королём, и лично заручился его поддержкой военной и финансовой – пропуском кораблей с паломниками, если что, пропуском товаров для его кафедры, его земель, а также заодно с наследником, с Вальдемаром он договорился. Ну, мало ли, этот помрёт, а с наследником никаких дел ты не решал. Нет, он и с ним договорился, после чего незамедлительно поехал в Швецию, где о том же договорился в Швеции, а после этого он не поехал в Прибалтику, а поехал он в Рим, где участвовал в организационных торжествах нового римского императора Филиппа Швабского, Филиппа Штауфена, где, опять же, получил от него полное заверение в поддержке. Ох, жизнь кипела! Причём умный оказался, что сразу переться куда-то? Все всех знают, все со всеми перетирают. Этот был не Мейнард прикоснодушный, а это был серьёзный политик в первую очередь, потому что который объехал все ключевые персоны, и там он получил лично от Папы Римского буллу, которая объявляла паломничество на место мученичества Бертольда. В Святые Земли. Да, т.е. фактически в Святую Землю. Ну, и окончательно перед поездкой он посетил опять Данию, где договорился с главой датской церкви архиепископом Авесоломом Лунским, и в 1200 году с 23 кораблями он прибывает в Прибалтику. Не с 15 людьми, а с 23 кораблями. Совсем другое дело! Как следует, да. Но оказалось, всё равно, пока ещё, народу у него было немного, и поэтому, да, заняться прямым военным контролем глубины территории, а самое главное – где? Так на русле Западной Двины – это важнейшая торговая артерия, потому что все эти епископские кафедры, по странному стечению обстоятельств, были основаны, и Секола, и Гольм, они все были основаны на Доугове, на Западной Двине, только на ней почему-то. Вот почему в другом месте нельзя христианство проповедовать? Почему только на Доугове? Ну, может, по реке удобнее. Ну, потому что это торговая артерия непосредственно, которая просто вот так его не делит напополам – от Полоцка до будущей Риги, и почему-то только там христианство годится, а в других местах как-то сразу нет. Вот начали насаждать христианство с правильных мест, категорически правильных. Да, но военных сил недостаточно, и поэтому сначала в 1201 году епископ Альбрахт отступает от и Секолы, и Гольма, оставляя его в руках эстов, Ливов, прошу прощать, Ливов, да, и прибывает на территорию, на место мученичества Бертольда, как раз устье Доугово, слияние с речушкой, маленькой Ригой, которые нынче отсутствуют, и основывает там город Ригу. Выпили, что ли? Засыпали. Для того, чтобы сделать глубже фарватер самой Доугово. Интересно. Вот там… Ригу кто основал? Проклятые немцы, да? Да, епископ Альбрахт как раз. Альбрахт, извините, пожалуйста, епископ Альбрахт закладывает Ригу, и к 1202 году город построен, и там первая церковь освящена. То есть, считается, 1202 год – это год основания Риги. Но, однако, проблема у него была всегда одна и та же, потому что, да, Папа Римский объявил паломничество, но это паломничество не в Святую Землю территориальную, потому что, если ты уехал в Святую Землю, тебе придётся там воевать без вариантов не уехать так быстро. Ну, или если уж ты уехал, то совсем. То есть, вторично, скорее всего, ты уже не вернёшься, если ты не очень богатый человек. А тут рядом всё. Тут можно приехать на каникулы, как военный отпускник, и потом, когда каникулы кончится, уехать по месту службы. Чем все и занимались. Это была главная проблема всей этой Ливонии – всю дорогу, сезонность прибытия военных сил. То есть, то густо, то пусто, причём большую часть времени, когда зима, конечно же, пусто, потому что холодно, никому не интересно. Что там делают. Да. Ну, условно, 3 месяца войска есть, потом всё, 9 месяцев войск нет. А местные силы очень маленькие. И, естественно, в 1202 году решают основать по проверенной рецептуре военно-монашеский орден на данной территории. Всё жужжат. Постоянного проживания. Да. То есть, это военно-монашеский орден с хорошей дисциплиной и который будет являться постоянным воинским контингентом. И так основывается орден братьев Иисуса Христа, который в 1210 году получает от Папы Иннокентия III уже устав тамплиеров и герб – червлёный крест и червлёный меч на Серебряном поле, из-за чего орден быстро становится известен как орден меченосцев, реконструкцией которого я и занимаюсь уже 25 лет. Они же Глади Ферри, они же Шверцбрудер – понятно, братья меча. Потом, правда, у них по непонятной причине меч стал заменяться иногда на Рифлеемскую звезду шестиконечную. Ой, меч. Крест, прошу прощения. Крест, звезда и меч. Магендавит, что ли? Интересно. Да. Потом, правда, у них данная территория приобретёт два скрещенных меча под крестом. Да, и первым магистром ордена стал Вино фон Рорбах из Наумбург-Касселя. Это не очень знатный аристократ, прямо скажем, но из хорошего рода, который был именно военным главой. И вот тут как получилось, интересно. Во-первых, ордену обещали в кормление треть всех земель, которые они завоюют. То есть, они завоюют 100%, а 30% получат только себе. И вот тут конкретно уже сразу было заложено зерно раздора, потому что воюют-то они, а почему-то 60% земель получает. Кто архиепископрический? 70, если интересно. Ну да, правильно, 70, там получается. 64 – две трети. Как так? Мы же всё завоевали, а почему вам больше в два раза? Непонятно. Ну, зерно раздора уже, понимаете, сразу. Однако, пока на это пошли вполне себе. Заложили бомбу. Заложили бомбу, да, которая прямо очень скоро рванёт. Более того, Ливонская земля, которая правильно называлась Терра Мариана – земля Девы Марьи – это официальное название Ливонии – Терра Мариана. А вообще сразу была сделана как конфедерация, потому что, во-первых, есть несколько епископских кафедр, их потом будет ещё больше. У них есть свои земли. Все они подчиняются старшему епископу Риге, который самый старый город, самый старший епископ. У него есть военная организация, которая по феодальному признаку должна иметь землю, чтобы просто кормиться. Вот у неё и земли. Они, в общем-то, да, все подчиняются епископу, но хозяйство на ней независимо. То есть, их очень сложно именно объединить в что-то похожее на унитарное государство. Реально сложно. Тут совсем скоро датчане сюда ворвутся, и ещё ухудшат эту картину. И так не очень благостную, прямо скажем. Но пока эту картину ухудшало наличие Полоцка со страшной силой, во-первых, а во-вторых, ведь местные ливы, они, конечно, были дикие, но это не значит, что они были тупые. Как обычно, охотники всегда очень умные люди. Как правило, несколько умнее и, по крайней мере, сообразительнее земледельцев. Потому что у них жизнь постоянно ставит изменяющиеся задачи. То есть, по шаблону на медведя ходить нельзя. И даже на утку по шаблону ходить нельзя, скорее всего, голодный останешься. Медвед не терпит шаблон. Нет, медвед такого не любит, такого неважительного самообращения. Ну а что же они увидели? Они увидели, что тут появилась некая военная сила, которая вот прямо сейчас у них на глазах, на месте какого-то там рыбачьего посёлка дурно пахнущего, за примерно год построила каменную крепость, и её собирается, по сути дела, расширять. Так нам кажется. И там, в общем, много людей каких-то очень таких браво выглядящих по-военному, и они сразу перестают платить дань Полоцку. Ливы молодцы, потому что они сразу перестали платить дань Полоцку, имея в виду, что сейчас, конечно же, Владимир Полоцкий придёт их бить. Ну, так как это постоянно происходило. Только ты дань не заплатишь, сразу тебя придут бить. Придёт бить, а тут немцы. И посмотрим, кто кому насуёт. Может быть, они друг друга совсем перебьют, и мы никому не будем теперь платить, а будем сами по себе. Идеальная же схема. И в 2003 году Владимир Полоцкий приезжает с дружиной разбираться, в чём, собственно, дело. А к 1203 году эти ребята, меченосцы, уже год как существует орден, по факту. Т.е. да, его ещё папа окончательно не утвердил, но организация уже есть, и уже прибывают туда монахи, братья, будущие монахи, и полубратья, т.е. собственно, военные чины, светские приордени. Там начинает какая-то жизнь, и они захватывают, фактически бедуни не захватывают, сложно сказать, берут под контроль Гольм. Это, собственно, что такое Гольм? Это Хольм, остров. Остров в Двине, где как раз был городок, где была кафедра епископская первая. Они её захватывают, и там ставят крепость. И вот в этот Гольм приезжает Владимир, и обнаруживает там крепость серьёзную уже построен, правда ещё, видимо, древо земляную, но и там немецкий гарнизон. Он, правда, не понял сначала, что это такое, и попытался просто заехать туда с дружиной, на этот остров, полез в воду, а по нему сразу ударили из арбалетов тут же, и перебили, как говорят, несколько лошадей. Т.е. такое военностолкновение. После чего, конечно, сообразив, что так лезть не очень-то, Владимир своих парней развернул и уехал в Полоцк. Али вы такие – о-о-о, мы же говорили, как всё здорово! Убедительная победа. Убедительная победа. Ну и да, и не стали платить дань Полоцку. Но ведь на этом же ничего не закончилось, потому что немцы, в отличие от новгородцев и палачан – это была совсем другая организация, которая имела за собой, самое главное – поддержку римской кафедры, а, значит, постоянный приток денег, и они уже владели частью побережья, удобнейшим портом, а, значит, они начинают торговать, у них много денег, и они сразу начинают экспансию очень быстро. Вот только что к Третьему году они Хольм поставили под контроль. Ну так они на этом, конечно, не остановились, а они продолжили очень быструю экспансию, чем, кстати говоря, вывели из себя часть Ливского и Эстского населения, а также Куршского населения, т.е. на них смотрели, прямо скажем, с большим подозрением сразу же, потому что тут никаких разговоров вообще не было. Тактика была простая – строится замок, туда заселяются паломники, которые на постоянной основе собираются, там тут же оказываются купцы немедленно, и тут же оказываются проповедники, и тут же всех вокруг крестят. Если не крестят – начинается террор, т.е. террор в полном смысле слова. От самого элементарного ответа заложников, т.е. детей возьмут и скажут – по-моему, вам пора в христианство. Такие все… Как нет? Похоже, да. Ну а раз в христианство, значит налоги – всё, уже никуда не денешься, уже это не дань, прошу прощения, это то, что взимается регулярно по закону, на постоянной основе, а не тогда, когда князь дружины приедет и с дубинкой, ведь по затылку бы отбирать деньги. Как интересно, распространялась религия мира и любви. Да. А кому интересно налоги платить? Так до сих пор никто не хочет, и тогда, я вас уверяю, тоже никто не хотелось, тем более, что только что всё было прекрасно, никаких налогов не было. Да. Он раз в год, Владимир приедет, если у него денег нет, а и что? А может, и не приедет. Покормим, выпьет и уедет. Да, отлично же. А тут, посмотрите, какие-то порядки свои начали заводить. Ну и вдруг все местные сообразили, что с Владимиром-то лучше было, чем с немцами, и зря мы так козланули-то вначале. Да и Владимир-то сам сообразил, что, в общем, надо что-то не решать с этими парнями в крестатых этих одёжках. С крестиками. С крестиками, да. Причём он сначала сам-то воевать не пошёл, он тоже был крайне умный. Вот это сразу видно. Вот отсюда мне лично делается понятно, что Полоцка в данной территории за ним не стояла. Это он сам конкретно сам крышевал данную территорию, как представитель династии Рюриковичей. Потому что если бы за ним стоял именно Полоцк, вот в этот момент Полоцку прихлопнуть этих самых немцев, это было расплюнуть, потому что их было просто очень мало. В ту самую секунду, в самом начале один Полоцк бы с ними справился за один поход, там бы просто никого не осталось. Но так как этого не происходит, значит, городу это было не нужно. Это была территория князя, князь там сам со всеми разбирался. Ой, давай дальше. Разбирайся. Разбирайся. Ну, а так как князь сам не мог разобраться, он тоже был мужик очень умный, судя по всему, и он принялся мутить местонаселение, помогать деньгами, посылать, видимо, эмиссаров каких-то, благо он там всех знал. И тоже очень не сразу. Он время затратил на подготовку серьёзное. В 1206 году начинается восстание. Если раньше восстания были, причём сразу не начались, вот немедленно, как только они стали людей в заложники брать, конечно, сразу начались восстания. Не всем понравилось. Не всем. А вот тут не понравилось сразу всем, т.е. именно Ливская земля поднимается почти полностью. И, конечно, начинается резня, вот уже настоящая резня немцев и датчан, которые понаехали. Всё, что деревянное, сжигается немедленно, потому что против такой массы местного населения деревянные укрепления вообще никак не работают, их просто сжигают. Совсем содержим мы людьми. Кто успел убежать – хорошо. И да, доходит до Риги, но основная масса собирается брать тот самый Гольм. Его местные берут – да-да-да, полоцких войск там нет. Это просто народное возмущение. Так получилось. Майдан. Да-да. Это они и здесь власть, вот. И они власть окружают Гольм. Как нам пишет Генрих Латвийский, в Гольме в это время стояло 150 человек всего гарнизоном. Кстати, немало. Но, с другой стороны, он, конечно, пишет, что там против было то ли 20, то ли 30 тысяч этих самых местных Ливов. Мы, конечно, не будем в такое верить, но совершенно точно понятно, что их было заметно больше, чем 150 человек – это точно. Возможно, там пара тысяч. И они осаждают Гольм, а Гольм не сдаётся вообще никак, потому что остров, крепость и, самое главное, масса арбалетов, которых местные не знали. И арбалеты оказываются из-за укрепления крайне убедительным средством, т.е. взять город не получается. Да, его бы обязательно взяли измором, но нет. Западная Двина – это река. Из Риги прибывает корабль с десантом, тоже с арбалетчиками, которые высаживаются на одном берегу и начинают просто методичным огнём оттеснять осаждающих к истине под арбалетный огонь из города. Стреловой мешок. Да. И тогда из города открываются двери, и выезжают несколько рыцарей с оруженосцами, и оказывается, что вот как только вы оказываетесь в чистом поле, даже очень небольшой отряд тяжёлой кавалерии, а вам с ним сделать вообще ничего невозможно. Это военное превосходство просто тотальное оказывается. Да, в лесу вы можете их изловить, где-нибудь в болоте, в бурелом к любимому медведю отвезти – это всё пожалуйста, но в чистом поле против этого рыцарского чарджа не сделать ничего вообще, сколько бы вас не было. И, конечно, сказалось то, что всё-таки да, все эти язычники страшно лихие, но это не профессиональные военные, а это профессиональные военные, причём не исключено, что как раз-то были люди, которые в том числе приехали из Святой Земли, которые видели такое, что никакому местному богатырю даже во сне присниться не могло. Ну, и их просто растоптали. 4 июня 1206 года восстание было подавлено, утоплено фактически в крови, но как только на поле боя была одержана победа, да, конечно, начали ездить по городам и весям с оперативной работой, выясняя, кто тут мутил, и кого смогли поймать, с теми обошлись очень жестоко, но больше никого не трогали, это важно. Это как раз вот в первой, по крайней мере, половине правления Альбрахта Брукс-Хёвдена такая типичная черта – он не зверствовал никогда сверх меры, т.е. если город восстал целиком, с городом будет плохо, но ничего больше он не тронет. Если не целый город восстал, а кто-то мутил, вот попытаются найти зачинщиков, расправиться с ним и, опять же, больше никого не трогать. Это сильно мирило местное население с присутствием этих людей, просто почему? Потому что они привыкли к несколько другому обращению, что если кровная месть, то кровная месть положена как? Всему роду вообще, она не персонифицирована, а тут, смотри, как-то по-европейски обращаются с нами. Точно. Ну, как-то прям цивилизованно, вот это какая цивилизация она, вот это какая хорошая. Убейте, пожалуйста, ещё вот его. Да. Ну и, конечно, пошли на Турайду, да. Турайду взяли, это была одна из точек, судя по всему, где была точка кристаллизации этого восстания, там да, там разобрались жёстко, очень жёстко разобрались. Ну а в ответ, конечно, вот тут почему я говорю, что это, скорее всего, затея была Владимиру Полоцкому известна, и, судя по всему, он её инспирировал, потому что сразу после того, как было тяжелейшее сражение под Гольбом, является сам Владимир. Так внезапно по-военному с набранным войском, с дружиной его Генрих Латвийский описывает как «сияющий шлемами, как лёд», т.е. он русских описывает всегда, что они очень сильно хорошо одеты в доспехи, у них их много, только нет… Вот одно говорит – арбалетов не знают, а вот мы знаем, они не используют арбалеты. Они приходят сначала под Эксиколь, не берут его, осаждают Гольм, не могут взять, ну и потом, видимо, судя по всему, чтобы не мелочиться, Владимир сразу пошёл на столицу, на Ригу, и взял её в осаду. Но что такое Рига? Рига – это же порт. А так как порт, у него есть корабли. И тут же был послан к товарищам в Данию гонец на какой-то лёгкой лодочке, и появился датский флот на горизонте. Тоже очень быстро. Опять же, непонятно, с какими целями, может быть, это была демонстрация, но Владимир-то не знал, демонстрация это или нет. Что именно его продемонстрировали? Да, бодаться с начальными, знаете, в этот момент он был вообще не готов, и поэтому после 11-дневной осады он сворачивается и уходит. И вот это момент был того, когда Орден Моченосцев и епископская кафедра рижская вообще поставила себя на эти территории, т.е. первая попытка их смести не удалась, и они конкретно удержались здесь. Удержались, причём очень круто, потому что дальше Полоцк просто не может оказать на них непосредственного давления, а никак. Потому что только что князь взял и ушёл, снова кого-то повезти туда он не может прямо сразу, и маятник качнулся со стороны ливонцев. Они, во-первых, все, кто поддержал поход Владимира, жестоко карают, ливская земля разоряется, и ливы просто боятся с ними связываться, они начинают массово креститься. Массово. Во избежание. Во избежание. Тут нужно заметить, что ливонская политика на данной территории – это всегда политика сдерживания противовесов, их было очень мало, потому что да, вот под Гольвом они разбили их, но попробуй ты удержи такую территорию. В начальном этапе основная масса военных – это союзники из местного населения, с которыми они дружат против какого-то другого племени, а это было сделать очень легко, потому что каждое племя обязательно с кем-нибудь в этот момент воевало, а значит, можно было найти себе союзников. Вот только что побили ливов, и ливы немедленно становятся союзниками ливонцев, потому что избиением ливов воспользовались земгалы и пошли их бить в свою очередь. А значит, у них есть с кем подружиться, всё отлично. А они сразу дружатся и начинают все вместе лупить земгалов. Более того, местная аристократия активнейшим образом окатоличивается самым примитивным, вот как это было всегда – через подарки, земельные пожалования, возведение в дворянское достоинство с подробным объяснением, что к этому положено. Они же, знаете, не знали, что можно вот так владеть землёй на законных основаниях. А тут ты им объясняешь, что ты владеешь землёй не просто потому, что ты офигенный вояка, и у тебя род хороший, ничего не значит, у тебя племя землёй владеет, а это будешь ты землёй владеть, и твои дети до веки вечные. И тут же подарки. Это до 15 века. Ой, какие там подарки дарили князю Витовту в 15-14-15 веке, это же словами не описать. Например? Ну, например, вот приглашают тефтонцы – это с другой стороны, в Пруссии – тефтонцы князя Витовта на пир просто покушать, ну и там конкретно есть документы, что к пиру специально готовится столько-то штук византийской парчи, столько-то штук шёлка, столько-то мечей, столько-то шлемов, которые прям немедленно ему дарят. А он такой – я только поесть пришёл, а тут смотрите, как приятно. Перекусить хотел. А тут смотрите, как всё у нас удачно складывается, чёрт. Ну, этим парням тоже самое, их просто подкупают, и часть аристократии не просто идёт на сотрудничество, а она прям вливается в уже немецкую аристократию данной территории. Вот, например, ливский князь Каупо. Про него рассказывают ужасные такие всякие легенды, что, оказывается, он был не просто союзником Альбрехта Бюксхёвдена, а даже вместо него ездил в Авеньон навстречу с Папой Иннокентием Третьим как посол. Это, конечно, мне кажется, очень сильно генеалогическая легенда. Это именно генеалогическая легенда, она, видимо, к реальности отношения не имеет. Потому, что потом Каупо Альбрехта фон Бюксхёвдена предал, крещение предал и против него воевал. В 1217 году он погибнет в битве под Вильянди, будущим Феллином. Вместе с знаменитым вождём эстов Лембитом. У нас подводная лодка в годы в один так называлась, Лембит, она стояла на Балтийском флоте. Как раз-то герой сопротивления немецкой оккупации. Так вот, они погибли, а уже внуки этого Каупо, может быть, сыновья, но внуки точно – это такая известная прибалтийская фамилия фон Ливене. Христофор фон Ливен, на секундочку, это при Екатерине Второй генерал-губернатора Архангельска. А Шарлотта фон Ливен – это воспитательница дочерей Павла Первого. Вот так судьба повернулась. О, замес. Ну, это конкретно, это такая хорошая старая немецкая аристократия из местных. Эта практика была постоянная до 15 века, они вот так местных включали в свой ареал влияния. Это было очень эффективно, потому что ни по каким другим причинам им здесь было бы вообще не удержаться, даже когда уже тут будут, собственно, не меченосцы, а тевтонцы. Всё равно вот мы видим 1242 год, Чудское озеро, всё равно местных наёмников, местных союзников больше, чем, собственно, рыцарей и кадровых немецких военных. Их просто тупо больше численно. Вот иначе здесь было не удержаться. И они идеально отработали эту систему. Замок – да, замок, вокруг него торговля, ремесло, террор, заложники, крещение, но это ещё и одновременно подкуп аристократии и дружба с слабым против сильного. Вот это немцы отработали идеально систему. И к чему это привело? Оно это привело, естественно, к тому, что они должны были столкнуться в БАМе уже с серьёзной силой, а именно с Новгородом. Они просто не могли не столкнуться в БАМе с Новгородом. Просто потому, что да, земли в Прибалтике много. И да, она вся бесхозная, но она далеко не бесконечная, и это далеко не какая-нибудь там Сибирь, да? Попробуй, Сибирь, завоёй всё. Нет, там земля конечная, она кончается, поэтому вот они расширялись, и к 1220 годам всё, они столкнулись ладами с Новгородом. А Новгород – да не Полоцк. Полоцк тогда переживал не самые лучшие времена, как мы видим. Ну а Новгород – это, извините, пожалуйста, это торговые ворота всей Руси на Северо-Западе, богатейшая республика, огромных размеров сам город, там 30-35 тысяч человек населения, то есть там из одного города может войско выехать неимоверное количество. Плюс там, конечно, две противоборствующие партии, одна из которых поддерживает Владимира Суздальского князя. А за Владимира Суздальским князем уж силы такие стоят, что никакому ордену даже тут вообще во сне присниться не могло. Однако, да, были и слабости у Новгорода. Как я сказал, одна из партий была просуздальская, а вторая, стало быть, была противосуздальская. А кроме того, что такое Новгород? Новгород большой, как новгородская земля, и у него есть очень важный пригород – Пшков, который из 1170-х годов пытается обрести самостоятельность. Просто да, понятно, что старший брат – это вот он, Новгород, и основали-то мы эту территорию как-то вместе, и с Новгородом бы лучше дружить, но… Я, с твоего позволения, карту посмотрю, да. Новгород-то тянет одеяло на себя, а во Пскове своё население, своя аристократия бояре, свой князь выбираемый тоже, там тоже республика была, его, т.е. нужно кормить, и своя торговля. Понятно, что как только вы будете на равноправных условиях находиться под Новгородом, Новгород всю торговлю сразу на себя перетянет, он неимоверно больше и богаче. А значит, куда денется местная аристократия и местное купечество? Да никуда. Всё, на этом оно закончится. Местное купечество. Так. Конечно, им нужно как-то маневрировать между данными нехорошими тенденциями для себя, и поэтому, конечно, они поддерживают… Псковичи, я имею в виду, поддерживают вполне определённые силы в Новгороде, сепаратически, как мы сейчас сказали, и пытаются отделиться сами, постоянно выискивая какие-то сдержки и противовесы. С появлением немцев – это идеальная сдержка и противовес. Псковичи делаются объективным союзником ордена. Я когда говорю «псковичи объективным», т.е. да, в их интересах было дружить с орденом, это не значит, что они всегда с ним дружили, потому что между объективным и фактическим, как вы понимаете, есть некая разница. Некоторые люди, несмотря на свои 100% объективные интересы, ведут себя очень глупо, иногда и целое общество, бывает, ведут против своих интересов, а иногда их заставляют так вести себя. Например, Новгород постоянно принуждал Псков воевать с орденом, а Пскову вообще это было не нужно, потому что её торговля вся на двину завязана, а в конце двины – Рига. Зачем с ними ссориться? Если вы будете ссориться, на вас санкции наложат, и всё. Это понятно, что Новгород всю жизнь прожил под немецкими санкциями, это ему было не очень приятно, но абсолютно не смертельно очень богатый, очень большой, у него есть масса путей, где ещё можно поторговать, у Пскова таких путей почти нет, он связан напрямую с Ригой, с Ригой ему нужно было дружить, чем всё это закончилось, мы помним, конечно, да, ледовым побоищем и приведением-то Пскова в меридиан новгородской и общерусской политики, но это не важно, и сейчас не об этом, и самое главное – о том, что к 1220 годам, да, случаются проблемы у новгородцев и у орденцев, становится понятно, что Прибалтику им придётся как-то делить, а делить ни Новгород, ни орден, ничего не собирались, они собирались всё забрать себе. И тут, конечно, важным союзником ливонцев могли бы выступить датчане, но с датчанами у них очень сильно не срослось, потому что, с одной стороны, епископ, да, он договорился с датским королём и его наследником о помощи, но он договорился о помощи себе. И вот тут-то начинается то, о чём я говорил выше – орден, как военная организация, и епископ, как их формальный начальник, начинают расходиться в разные стороны, у них начинается просто постоянное трение, пока ещё не вражда, пока ещё трение, но ситуация, когда, например, епископские войска не приходят на помощь орденским, уже с того времени становится рутиной. Ну, вот у вас есть проблема на данной территории? Ну, так это же ваша территория. Разбирайтесь, веселитесь на вопрос, что если сейчас нас разобьют, потом к вам наглянут? Говорят – нет, к нам, видимо, не наглянут, а если что, датчане помогут. Да и у нас тут замки, крепости большие, в общем, не пропадём, не пропадём. Опять же, за нас Ганза, вот скоро-скоро Рига вступит в Ганзейский Союз вообще. А вы давайте упражняйтесь там. Чем вы там занимались? А, такой же военно-монашеский орден. Так воюйте и монашествуйте. Ну и наоборот, соответственно, если там какого-нибудь епископа припирают, только и орденцы с интересом смотрят, стоит ли им помогать вообще? Однако пока задача была в делёжке новгородской территории. С новгородской территории тут было два момента. Во-первых, Дерпт, будущий Дерпт, Юриев. Во-вторых, Отепя, Оденпе, Медвежья голова и Феллин в Вильянде. Там везде сидели русские наместники. А уж Дерпт, просто прощайте, прямо русское княжество. В 1223 году Дерпт осаждают крайне неудачно, ничего не получилось. А вот в 1224 году орденские войска не просто подходят к Дерпту, они его берут в осаду и удивительно быстро берут штурмом. То есть, никто не ожидал, что они так быстро справятся. Князь Вячка принял там последний бой и был убит в Цитадели, а новгородские войска, которые собирались деблокировать город, они просто не успели сделать ничего, они успели только дойти маршем до Пскова, где их настигла весть о падении Юриева, прошу прощения. Ну всё, Юриева нет. А когда являются Юриев забирать себе, там уже вполне себе нормальный немецкий город, там срочно строят серьёзную крепость, и уже в свою очередь Юриев не удаётся взять нашим войскам, и этот самый Юриев останется, как мы помним, камнем раздора, яблоком раздора и камнем преткновения во всей русско-ливонской политике до Ивана Грозного. Вот это самое Юриева дань там будет фигурировать, именно тогда это всё зарождается. Берут Феллин, а, да, князь Вячко. Князь Вячко – это же прекрасный человек. Князь Вячко – это князь, который правил в Полоцкой орбите в Кукинойсе изначально. Из Кукинойса его ещё в 1207-9 году выбили орденцы. Он бежал, сбежал он в Новгородские земли, и его поставили править Дерптом. Да, поставили, ну а вот в Дерпте вон как с ним сегодня хорошо получилось. Захватывается Феллин, захватывается Венден, он же переименовывается в Цесис. Цесис делается главной штаб-квартирой ордена. Да, интересно, как сам орден жил? Да, в ордене был принят довольно строгий тамплиерский устав, но, как потом показала практика, местные его не то, что не соблюдали. Ну, конечно, как-то соблюдали, но это ничего не значило вообще, потому что в 1207 году, 5 лет проправив, первый магистр – Вена фон Рорбах, поссорился в свежезахваченном Кукинусе, кстати говоря, в Кукинусе, он поссорился с одним из своих рыцарей, и тот его просто убил, не говоря худого слова, и вторым магистром становится Фольквин фон Наумбург, или он же Фольквир фон Винтерштанд – это как раз уже очень знатный человек, видимо, из графского наумбургского рода, это второй магистр ордена меченосцев, который и проведёт орден до его бесславного конца в 1236 году, в 1236, в 1237, вот так будет правильнее сказать, это второй и последний магистр. Да, так вот, Фольквин фон Наумбург сначала ведёт очень-очень-очень эффективную военную и экономическую политику, т.е. орден неимоверно расширяется, и он одерживает ряд блестящих побед. Потом, конечно, ему пришлось столкнуться с серьёзными проблемами. Эти проблемы начались тогда, когда умирает непререкаемый авторитет, который всю эту движуху организовал, который фактически был скрепляющим звеном всей этой терра-мариана – Альбрехт фон Бугсгевден. Он помер, и началось. Началось нечто непередаваемое, потому что обычно мы про такое, читая школьный учебник, даже подумать не можем, потому что для нас орден – это вот те самые страшные парни из фильма Эйзенштейна, которые там младенцев сжигают, ходят с такими жуткими харями просто – «Тоблестный рыцарь Губертус, жалую вас князем Пскапским». Вот. А за ними, понятное дело, стоит весь рейх, они только зиги не кидают всех вором и свастону не носят, а так все понимают, что это единая, монолитная, крайне враждебная Руси сила, которая стремится всех завоевать и оккупировать. Так всё было немножко сложнее, потому что вот только помер Богсгевден, сразу же появляется здесь папский легат Болдуин, который сообщает «А теперь все эти ваши епископские земли переходят в прямое управление Папы Римского». Прикольно. Что, конечно, сразу же не понял архиепископ Бременский, потому что это в его прямом управлении находились все эти земли. Что конкретно не понял следующий епископ Рижский, который сообщил ему тут воевали и кровь проливали, поэтому знаете что, епископ Бременский и папский легат – идите оба, а я пошёл гулять – это всё будет наше. Ну и что, и папскому легату, посланнику Папы Римского приходится уматывать? Неплохо. Вот, и он сразу же начинает мутить воду, а именно он собирает крестоносное войско в Германии и идёт воевать с орденом меченосцев, а не с кем, как бы казалось, там положено, потому что это люди, которые обидели лично Папу Римского, и там начинается просто конкретно… Вот немцы с немцами воюют, нанимают их эстов, латышей, натравливают друг на друга, и там идёт настоящая вот война внутри ордена. Да, плюс одновременно орден перессорился с датчанами, потому что датчане пытались захватить очень долго, пытались захватить Северную Эстонию, и в частности остров Сарима, он же Эзель, в конце концов у них это получилось, а ливонцы конкретно претендовали на эту территорию, прям конкретно претендовали, и поэтому у них с ними были разбиты все горшки. И вот война с немцами, кого? Орденами меченосцев, одновременно в размере с датчанами, и вот у нас Фолькфинн фон Наумбург, который только что фактически закончил завоевание самой Терры Мариано, вот к 1934 году, кстати говоря, он ещё и вынужден же воевать с Ярославом Всеволодовичем, он проигрывает битву при Обовже, как раз когда, настоящее ледовое побоище было, когда часть рыцарей попала при отступлении в полынью, не лёд под землю проломился, а, как написано, прямо в полынью, т.е. заскочили неудачно в реку и потонули. Да, ну, конечно, тут Папа Римский взялся за голову, потому что, ну, этот самый легат его, он своей дурацкой политикой всё испортил, вообще всё, поэтому он назначает нового легата, который должен был всё исправить, ну, это же дело будущего, испортить-то всё можно очень быстро, попробуй исправь, как по самым смелым подсчётам к 1235 году, когда всё закончилось, в ордене осталось 80 рыцарей. Неплохо. Т.е. выступили отлично просто, на все деньги выступили. Правда, конечно, когда всё улеглось, остались хорошие политические наработки, вроде как замирили и, более того, христианизировали Куршей и заключили союз против Литвы с Куршами и Псковом, потому что в это время от Литвы натерпелись все, просто буквально все. Ну и как-то нужно восстанавливать своё положение. И вот, значит, орденское войско с приехавшими сезонными пилигримами, т.е. пилигримы никуда не девались, они как приезжали, так и продолжали приезжать, с приехавшими сезонными пилигримами и двумястами всадниками из Пскова идут воевать при поддержке как раз Куршей на Литву. Но Курши внезапно берут и из войска уходят. Как раз, когда вся эта войска уже идёт фактически по территории Литвы. И, более того, судя по всему, оно ещё и рассказывает литовцам, где немецкие войска нужно искать, куда они идут и зачем. После чего их окружают... Кстати, судя по всему, не без участия свежепредавших Куршей. Их окружают на озере, судя по всему, около современного города Шауляй в 1236 году, и устраивают совершенно чудовищное побоище им всем. Просто потому, что немцы вдруг оказались в категорическом меньшинстве, на незнакомой территории, и, вот как пишет псковская летопись, во Псков вернулся аж десятый. То есть, 180 человек там осталось. Крепко. А немцев, по крайней мере, верховное командование перебили вообще всех, т.е. включая великого магистра Фолькфена фон Наумбурга. Там, говорят, что было около 3000 военных, но это, конечно, настолько преувеличенное значение, насколько только возможно. Сколько бы там ни приехало пилигримов, если их всего с пехотой было 1000 человек – это огромное войско. Я думаю, что этого не было, но давайте примем так. Ну и да, и вот там осталось человек 100, может быть, от немцев, которые смогли сбежать. Т.е. орден за один раз вообще перестал существовать. Круто. Раз и нету. Ну и тут же на помощь устремился Харман фон Бальке, с другой стороны, из Пруссии. Вот об этом, видимо, чёрт возьми, опять придётся в следующий раз говорить, никак так мы за Вьетнамскую войну не возьмёмся. Ну и тут точно, честно, уже последний ролик про крестовый поход – это протевтонский орден. А на сегодня всё. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал WargameRus. Солдатики. История. Моделизм. Жми сюда и смотри интересные видео. Спасибо. Спасибо.